Почти 50% столичного мусора сортируется и идет на переработку. Остальные отходы везут на свалку в Малоеште. Наталья Ткачук увидела, что полезного и ценного можно найти среди мусора. Здравствуйте вам! Добрый день! Здравствуйте! Процесс идет? Да. Работа прессуем? Конечно! Все прессуем? Ну да, ТСВ рули. На сортировке все гудит, шипит, прессуется. В этом цеху работают с картоном. Это вторсырье, за которое дают деньги. И немалое. Прессованный картон Тирасполь продает. Саша по картону главный. Мы сейчас все покажем. Картонные горы разбираем. Что-то можно пустить в прессовочную машину, что-то нет. От помощи моей не отказываются, но предупреждают быть повнимательнее. Вот это нельзя? Нет, это можно, но скотч отрывается. Прессуется чисто картон сухой. Вот здесь индикатор показывает, что тут бутон голубым светит. Доверяют самое главное. Запускаю весь процесс. Пока картон прессуется, Саша рассказывает об особенностях работы на сортировке мусора. Оказывается, удачу можно поймать за хвост в самом неожиданном месте. Вон Колю из соседнего цеха. Не иначе, как долларовый магнат в последнее время никто и не называет. Парень нашел 190 долларов. У нас есть один, у него как чуйка. Везучек? Да. Вот здесь сегодня? Да. Вы нам покажете его? У него сегодня даже день рождения. Да ну? Да. Так надо поздравить его. Ну, Николай. Вот сейчас контейнер опустят, я вам его покажу. Давай. Коля, Коля, Николай. Говорят, совсем парень стеснительный, но очень уж везучий. На самом деле, найти среди мусора что-то годное – не такая уж редкость. Вот, я вот этих выбираю. Работаешь? Надо проверять. Вон там батарейка, вы сами сможете проверить. Хорошая вещь. Надо брать. Берите. А тут работают женщины. Они перебирают все, что привезли грузовики из города. Восемь часов подряд втыкают нож в пластик, чтобы кинуть его в отдельный контейнер. Жестяная банка летит в другой. Мы выбираем белую бутылку. Белую бутылку и картон выбираем. Вот это куда идет, например? На переработку, на грамму. В конечном итоге получают грамму. А кто берет их? Это Молдова? У них прям предприятие есть какое-то? То есть, что из этого может быть? Потом тоже? Что угодно. Пластик, да? Тазик, стульчик, грабелька. Что угодно может быть. Представьте себе. Утром поели булочку с кефиром. В обед бумага уже спрессована, а пластиковая бутылка ждет своей очереди отправиться на переработку. Подбирается на сортировочной линии у нас сегодня и есть на это спрос. Это стекло. Работаем с Кишиневым. Два завода в Кишиневе. Возим на Кишинев. Это металл. В основном это жесть банка. Тоже отбираем. Везем на наш металлургический завод. Отбираем полиэтиленовую бутылку. Тару из-под химии. Это шампунь, не моющие всякие средства. То есть, отбираем. Это мы тоже работаем с переработчиком. Наши соседи Молдова. Мы отправляем туда на переработку. Но еще тысячи тонн бытовых отходов, той же клеенки, неперерабатываемого пластика, едет на свалку в Малаешты. Там места уже почти нет. Еще год-полтора и будет нужен новый полигон. В Террасполь планируют построить мусоросжигательный завод. Туда будут отправлять то, что невозможно переработать. Наталья Ткачук, Леонид Мостак, ТСВ.